Курортный сезон в разгаре. В Сочи приехали тысячи туристов. Задача правоохранителей обеспечить личную безопасность каждого. Для более ощутимого результата в помощь полицейским выходят члены ДНД и казаки. И все же не во всех районах ситуация удовлетворила главу. Доклад о выполненной работе – это далеко не тот результат, который ожидают гости и жители курорта, подчеркивает мэр. Если кто знает, я их практически не читаю, доклады. Я сам по улицам хожу, я сам езжу по всем, я все знаю. Я знаю, где может быть пробка, я знаю, где необходимо посмотреть, есть ли патруль или нет. Поэтому мне доклады и цокань они нужны, результата нет. Представители ДНД и казачества регулярно принимают участие в охране общественного порядка в период массовых мероприятий и достаточно результативно. Благодарность общественникам глава города высказал и за помощь в период подтопления города. Но с рутинной работой дела обстоят хуже. Не вполне справляются помощники и с патрулированием вокзалов, и пресловутыми навязчивыми таксистами, и со стихийной торговлей на городских улицах, которая способна испортить и общий вид, и впечатление туристов об отдыхе. Реализовывать свой товар в центр курорта приезжают и иногородние. И мне говорят, у нас топ-сене разрешают, а у вас тут можно. И они нам заполонили улицу, наши жители просто-напросто выйти уже не могут. Мы, администрация, работаем с законопослушными горожанами. А работа с нарушителями правопорядка – это исключительно работа правоохранительных органов, а вернее полиции. И будьте добры ее выполнять. Мы для этого готовы вам помогать. Но это ваша работа. И я ее, как мэр, оцениваю как неудовлетворительной. Участковые, ППС, ДПС, ГИБДД. Успех работы каждой отрасли в слаженности, отмечает Анатолий Пахомов. То же касается казаков и ДНД. Количество дружинников необходимо увеличивать, ставит задачу глава Сочи. На сегодняшний день число членов ДНД составляет 1966 человек. С марта в охране общественного порядка в целом приняли участие 17 144 человека. В дело охраны общественного порядка нужно включаться всем городом, подытожил Пахомов. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, Инга Габешия, Инга Габешия, Инга Габешия. Галина Моисеев, Инга Габешия, 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 Инга Габешия.